здравствуйте в эфире передачи новости недвижимости июньский выпуск жизнь возвращается постепенно на свои колеса то есть уже многие бизнесы открываются еще некоторые бизнесы будут скоро открыты и тот факт что я уже нахожусь в студии уже говорит о том что мы начинаем постепенно возвращаться к жизни но мы сегодня будем говорить не не сколько экономики хотя то тоже мы затронем сколько о недвижимости потому что то что людей интересует когда они смотрят новости недвижимости начнем с обзора рынка что происходит на рынке конечно количество продаж резко сократилось на 50 процентов уменьшилось количество транзакций такого не было за последние наверное 36 лет то есть действительно очень мало делается сделок что же с ценами цены как ни странно практически не падают практически падают почему практически потому что есть некоторые типы домов которые упали в цене и некоторые районы которые тоже пострадали упали в цене но есть районы которые выросли в цене почему это происходит прежде всего потому что нету достаточно инвентури то есть нету достаточно домов на продажу то есть у нас вроде бы меньше покупателей но и меньше продавцов и поэтому баланс пока стабилен. Другой фактор то, что низкий моргидж. Такой низкий моргидж уже давным-давно не было у нас в истории. Например, впервые, наверное, за не знаю сколько лет, у нас фикс моргидж меньше 2%. Такого вообще, наверное, никогда не было в истории. Фикс моргидж 2%. Инфляция сейчас намного-намного выше. То есть государство нам дает бесплатные деньги. Говорите, вот возьмите, делайте с ними что-нибудь. Почему это делается? Во-первых, потому что все боятся дефлейшн. Что такое дефлейшн? Это когда цены наоборот падают. Почему люди боятся и почему экономисты боятся? Потому что представьте себе, что сегодня, если у нас банковский процент 0,25, сколько получается? 0,25. И если у нас будет дефлейшн на 5%, то актуальные деньги, которые мы берем в займе, это 5,25. Это очень много. Ни в коем случае нельзя допустить дефлейшн. Что нужно, чтобы не было дефлейшн? Нужно velocity of money, то, что называется. Нужно, чтобы деньги шли в оборот, чтобы люди начали тратить деньги. Поэтому государство и дает деньги по 2000 долларов каждой семье, дает много разных суд, беспроцентных бизнесам, а также очень низкие моргиджи, которые позволяют естественно приобретать недвижимость. Это очень поможет, наверное, тем, кто покупает впервые, наконец-то зайти в рынок жилья, потому что сегодня можно найти по нормальным ценам жилье. Multiple offers все равно присутствуют на определенные типы домов. Пострадали больше всего, на мой взгляд, конда и коммерческая недвижимость. Почему это произошло? Конда, во-первых, сегодня, когда все уходят работать онлайн и Торонто опустел, то рент стал почти невозможным. Очень стало тяжело сдавать на рент. Апразил, который приходит оценить рент сегодня, вместо 2500, иногда оценивает в 2000, в 1900. На 400, на 500 долларов меньше он оценивает рент, когда выдает суду, потому что рент очень-очень тяжело сейчас сдать. Главная причина, я сказал, отток людей из даунтауна. Вторая причина, это Airbnb, который был запрещен. И даже если он не был бы запрещен, кто сейчас едет на Airbnb. И эти квартиры все вышли на рынок. Также были закончены некоторые строительства, вышли еще новое жилье. Получилось очень большое количество жилье на рент, а столько желающих не существует. И это, скорее всего, продлится дальше. Почему? Потому что сегодня, когда нам показали, как можно работать онлайн, многие компании навсегда там останутся. Зачем нужно держать офисное помещение или там целые здания офисные для работников, когда работники могут работать из дома в любом городе, в любой стране. Не обязательно до этого находиться в даунтауне. В даунтауне можно оставить несколько митинг-румс, где иногда будут встречаться. Или какие-нибудь лаборатории, которые нужно будет делать. Студенты. Уже официально заявили, все студенты в сентябре будут учиться онлайн. Что произойдет потом, так и останется. Будут лабораторные и прочее, которые надо будет делать в университете, но большинство будет онлайн. Жизнь изменилась. Мы переходим в виртуальную реальность, как говорится. Будет очень много онлайн. Теперь скажите мне, какой смысл покупать кондо, которое там 500-600 стверфит по цене тукар гараж дома в том же Бэйри или в Хэмилтоне или в Китченере. Когда все равно человек работает онлайн. Вы понимаете, причем парадокс? И именно из-за этого пострадал этот сегмент кондо. Следующий сегмент, который пострадал, это коммерческая недвижимость. Очень много брик-н-мортер умирает. Все уходит онлайн. Офисы уходят. Они не нужны будут. Видимо, они изменены. Может быть, построят из них медикал билдинг. Или там, может быть, даже конвертируем в жилье. Я не знаю, что произойдет, но будет очень сильное перестроение. И я думаю, что многие кондо-проекты, которые должны были открыться, они вообще закроются. Потому что, если они были проданы, скажем, полгода назад до коронавируса по определенным ценам, а сейчас так все подорожало, некоторые билдеры будут выгоднее закрыть проект и вернуть деньги, чем продолжить его продавать по цене, которым будет уже невыгодно. Сегодня мы получаем постоянные предложения с низким депозитом, с гарантированным рентом. Ну, понимаете, гарантированный рент это же просто кусочек цены, как бы добавленный. То есть, сейчас нет очереди за этим. Почему это происходит еще? Экономика сейчас нестабильная. Никто не знает, что будет завтра. Представьте себе, купить что-то сегодня, что закроется через год или через два или через пять лет. Мы не знаем, что будет через два или три года, чтобы не произошла ситуация, которая была в 2017 году, когда коснулась это отдельно стоящих домов, а не конда, что люди приобрели недвижимость, а когда пришло время закрытия, банк пришел и оценил ее намного ниже. И рент может оцениться намного ниже. И моргидж, теперь, который они ожидали получить, скажем, 500 тысяч, они получили 400 тысяч. И тогда 100 тысяч надо где-то достать и дать эти деньги. То есть это очень-очень опасно, поэтому всегда больше сторонникам купить то, что есть сегодня, сейчас, потому что это будет по сегодняшней цене, моргидж будет по сегодняшней цене, рент будет по сегодняшней цене. И тогда это можно стабильно рассчитать, насколько это выгодно, потому что если даже потом будут какие-то колебания с ценой, все равно вы уже не пострадаете. Потому что раз вы не продаете, вы не потеряли. Вы моргидж получили относительно той цены, когда купили, вы сдали относительно той цены, которая произошла. Кстати, по поводу рента на периферии. Рент растет просто астрономически. Люди, видимо, туда уезжают. Я не знаю, что происходит. Инвентария маленькая, multiple offer на бейсменты. То есть люди сдают сейчас бейсменты 700-800 скверфит за полторы тысячи. Это очень-очень дорого для такого города, как Берри, например, или Хэмилтона, или Китченера. Я возьму Берри, потому что я больше все-таки специализируюсь в этом городе. Цены в Берри поднялись за последний год в среднем на 9%. И те цены, которые были до пандемии, были ниже, чем сегодня. Экономика очень сильно пострадает. GDP, который упал в 2008 году на 3%, когда был этот кризис, заняло 3 года вернуться. Что говорить о том, что сейчас GDP упал на 17% уже? Я думаю, что интерес банковский будет еще падать, потому что другого выхода нет. И на что инвесторам обратить внимание? Это что значит, теперь не покупать, оставлять деньги? Это еще более опасно. Мы не знаем, что будет с деньгами. Deflation, inflation. Мы не знаем, что произойдет. Люди, наоборот, сейчас звонят и говорят, помоги мне, что делать? С биржи люди ушли, потому что непонятно, что там будет. С конда рынка многие ушли. И те, у кого лежал капитал, думают, куда его обратить. Мое мнение, у каждого свое, естественно, мнение. Покупайте дома, которые в категории first-time homebuyer. Дешевые дома, которые легче всего сдаются, продаются, покупаются и самые стабильные на рынке. Эти дома будут востребованы всегда, потому что людям надо где-то жить. Не покупайте дома за миллионы и думайте, что они вырастут. Это опасно. Покупайте такие дома, которые вам будут приносить доход с первого дня. Сегодня есть уникальная возможность. Я очень много делал расчетов. Наверное, не все знают, что я по специальности еще и математик. Сегодня есть уникальная возможность из-за того, что цены, конечно, выросли, но и рент астрономически вырос на периферии. И вот это соотношение цены и рента стало настолько выгодным, плюс интерес моргидж еще ушел вниз. И сейчас можно построить просто колоссальное кэшфлоу, даже инвестируя ноль. Даже инвестируя ноль, мы можем стать сегодня уже финансовым независимым, может быть, через год-два. Но для этого надо правильно построить стратегию. Человек может сегодня, используя определенные стратегии, сделать 2000 долларов в месяц дохода, не вложив ни копейки. Есть способы для этого. Об этом, кстати, мы поговорим на семинаре 25 июня. 25 июня онлайн, естественно. Все, мы делаем онлайн теперь. На последних семинарах у нас всегда где-то около 100 человек присутствует, поэтому обязательно зарегистрируйтесь, потому что количество возможностей, сколько могут быть на семинаре ограничено, и только те, кто будут зарегистрированы, получат именно линк на этот семинар. И там мы как раз покажем реальные стратегии, как начать инвестировать, как продолжить инвестировать, как улучшить кэшфлоу тех, кто уже инвестировал и какой-то причине не получает того дохода, который ожидал. Вы также можете мне позвонить по телефону и назначить со мной консультацию. Бесплатно я вам расскажу и покажу, как именно сделать этого для вашей ситуации. Но я вам скажу, для многих кризис – это проблема, а для многих – это шанс. Потому что если смотреть как на проблему, то она будет проблема. Если смотреть на это как шанс, то можно построить какое-то свое финансовое благополучие. Потому что самые крупные компании, самые большие бизнесмены зарабатывали именно во времена кризиса. Но для этого нужно только одно. Многие думают, наверное, деньги нужны или еще что. Нет, нужно только одно – принять решение, что как вы жили до сегодняшнего дня, так уже больше не будет. И поэтому нужно принять решение. Это то, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, я более-менее добавил немножко оптимистические нотки в конце. В принципе, ничего не произошло. Главное, что все мы были здоровы. А деньги – для того и деньги, чтобы их зарабатывать правильно. До встречи в июле. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова